Итак, следующая часть. В прошлой части мы научились собирать с вами крест и делать его при этом правильным. В этой части речь пойдет о... То есть, в кресте мы ставили, помимо... ну, как бы находили центр, да, и в кресте мы ставили вот эти четыре ребра. Сейчас мы будем ставить с вами четыре угла. Ну, мне проще, конечно, научить вас сразу F2L, и вам самим покажется, на первый взгляд, это проще. Но это проще, когда знаешь все 30 формул. Ну, там чуть больше, там еще иногда левая ромашка пригождается. Как раз о ней пойдет речь в этом видео. Но об этом позже. Но вам все-таки будет проще не F2L выучить, а вот то, что я сейчас расскажу. Потому что здесь не 30 формул, а, по-моему, 4. Вот. Ну, в общем, поехали. Значит, в кресте мы ставили ребра. Сейчас мы будем ставить углы. Поскольку это не F2L, будем отдельно углы и отдельно ребра потом ставить. Вот. Значит, после того, как мы собрали крест, сделали его правильным, мы должны крестом взять кубик вниз. То есть, если мы крест держали раньше наверху, то сейчас мы должны кубик перевернуть и держать его вниз. И что мы делаем? Поскольку мы будем ставить уголки, то мы будем реагировать на уголки, а не на ребра. Притом, уголки должны быть... Тут три цвета. И один из цветов у уголка должен быть белый. Ну, это понятно, потому что мы же будем их ставить сюда, на белую сторону. Итак, будем реагировать на белые уголки. Начинаем поиск. Вот нашли. Белый уголок. Но нам важно не просто, что он белый, а какой он конкретно. Красно-зеленый. Красно-зеленый. Что мы теперь должны сделать? Мы должны его поставить между своими центрами. То есть, где этот уголок должен располагаться? Поскольку он белый, он должен быть на белой стороне. И поскольку он красно-зеленый, он должен быть между красным и зеленым. То есть, его место вот тут. А он у нас вот тут. То есть, первое, что мы делаем с этим уголком, мы его находим и ставим между своими центрами. То есть, если красно-зеленый, между зеленым и красным. И теперь важно понять, что поскольку у уголка три наклейки, то существует три разных уголка. Вот этот мы будем называть с завышенной самооценкой уголок. Ну, поверьте, так запомнить будет проще. Итак, уголок с завышенной самооценкой, мы ставим его между своими центрами. И теперь мы должны сделать комбинацию, которую мы уже все с вами знаем. Это комбинация пиф-паф, которая состоит из четырех движений. Притом, должны мы сделать три пиф-пафа. Вот, значит, уголок здесь должен встать сюда. И теперь смотрим. Я делаю три пиф-пафа. Один, два, три. Ну, вот это последнее движение у штрих можно, в принципе, не делать, потому что уголок у нас уже встал. Ищем следующий уголок. Нашли синий-оранжевый. Что мы делаем? Мы ставим, а он между оранжевым и зеленым. А нам надо, чтобы он стоял между оранжевым и синим. Вот его место. Он опять у нас с завышенной самооценкой. Мы делаем три пиф-пафа. И он встает на свое место. Следующий уголок. Красно-синий. Мы его ставим между своими центрами. Вот. И этот уголок мы будем называть наглый. Потому что он смотрит на нас. Он наглый. И здесь можно сделать пять пиф-пафов. Но гораздо быстрее будет сделать один пиф-паф, но английский. Английский пиф-паф, вот его формула. R' F и обратно. R, F'. И вот уголок у нас встает на место. Продолжаем поиск. Наверху уголков уже больше нет. Зато есть вот этот, который нужно как бы перевернуть. Что для этого мы должны сделать? Мы должны сделать пиф-паф. Но не просто пиф-паф. Ну, как бы вот мы делаем пиф-паф, да. То есть, вот он у нас уголок. Мы делаем R, U, R'. Но вот последнее, опять же, U' можно не делать. Хотя, в принципе, нужно сделать, да. Потому что нам же его между центрами нужно будет поставить. И вот у нас новая ситуация. Уголок теперь у нас справа. Это уголок скромный. И здесь нужно сделать всего лишь один пиф-паф. Но обычный. Не английский, а обычный. Мы делаем один пиф-паф. Ну, опять же, без доворота, U'. И вот у нас полностью, то есть, буковки T такие образовались. Вот. Ну, иногда, как и в кресте, бывает тут какой-то этот, то есть, мягкий знак получается. Но это не суть. Итак, мы собрали, вот поставили вот эти уголки.